Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Миры. И сегодня, как заказывал мой горячий фанат Тимик, я создаю рубрику под названием Пакет Сурвайвл или Выживание в кармане. Ну, давайте для начала создадим новый мир. Ну, а пока что я хочу сказать, что так как у меня приложение Mobizen и других скачать я не могу, мне все-таки придется снимать именно с таким вот не очень хорошим качеством. Потому что не всегда смогу преозвучивать, как я сейчас это делаю, потому что это очень долго. Ну, и так что давайте пока что создадим просто обычный игровой мир без всяких шаблонов и уже продолжим. Ну, и для начала, в общем, я здесь у меня есть чистая карта. Давайте ее сразу создадим. И, как вы видите, мы заспаунили вот в таком ландшафте. Ребят, а там я сразу же проглядываю деревню. Ну, давайте соберем сейчас сначала вещи из бонстого сундука, которые я совершенно случайно, ну, точнее, совершенно специально сгенерировал здесь. Ну, и сломаем этот факел. На всякий случай пригодится. Так что давайте сейчас подберем эти вещи. Кстати, да, нам выдалось вот 4 саженца тропического дерева, что это очень, ну, короче говоря, очень поможет мне в начале выживания. Ну, давайте сейчас мы исследуем деревню. Здесь, как вы видите, находится немножечко хлеба. Давайте его возьмем. Теперь мы, наверное, посадим свои 4 саженца куда-нибудь, в какое-нибудь место. Ну, а пока мы тут все исследовались, уже наступила ночь. Ну, давайте лучше поспим, потому что все-таки лучше спать, а то мои жители не защищены, деревня не защищена. И, короче говоря, моих жителей могут съесть зомби. Но, в общем, мы поспали, и вон уже солнце взошло. Поэтому мы также посадили вот эти вот самые саженцы тропического дерева. И поэтому мне, наверное, все-таки уже пора строить дом. Ну, а тут я нашел уголь, правда, в труднодоступном месте. И, кстати, я узнал то, что рядом с моим домом находится болото, зловещее место, где живут ведьмы. И поэтому туда лучше не соваться. А то от яда ведьм не защитит даже алмазная броня. Не зачарованная на охотное бесконечный чар. Ну, и поэтому нам лучше будет не попадаться на глаза ведьмам, пока у нас нет алмазного меча и лука. Ну, а мы пока поубиваем баранов. Днем можно здесь ходить. И поубиваем баранов, потому что шерсть нам нужна. Ну, и также порубим деревьев для дома, потому что, как вы сами знаете, дерево очень полезно для него. Ну, короче говоря, сейчас ладно. Мы, наверное, также пособираем красителей, поубиваем баранов для кровати, потому что теперь жителям нужна кровать, чтобы обновляться. И также, уже, наверное, потом приступим к строительству дома. И я покажу ускоренность съемки. Ну, и, в общем, ребят, как вы видите, вон там вот выросло высокое дерево. Да, которое мы посадили довольно быстро, всего лишь за полдня. Ну, и здесь гнилая плоть валяется, давайте подберем. И здесь, как вы видите, в этом доме я, наверное, и буду жить. Но для начала расчищу здесь территорию. И, наверное, этот дом будет для меня слишком тесным, и поэтому его придется расширять. Ну, а мы, ребята, пока я тут ходил добывать ресурсы и нашел розовую овцу, ребята, это же такая редкая вещь. Честно говоря, это не я ее спаунил, потому что у меня еще на начале выживания нет розового красителя. А также я вижу там железо, да. Прям сплошное везение. Наверное, тут зомби умер или утопленник. Но железо нам очень пригодится в начале. Ну, и давайте, наверное, эту розовую овцу на память сохраним куда-нибудь. Ну, а пока что мы пойдем строить дом. И я вам все это, как и обещал, покажу вам скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и в общем, ребят, как вы видите, вот такой вот получился у нас дом. И сейчас я вам, короче говоря, вот он выглядит вот так красиво снаружи. То есть спереди, ну, сейчас я вам покажу вот, наверное, сбоку. Сверху показывать не буду, потому что это у меня выживание без читов. Ну, и в общем, как-то так он выглядит, довольно просторный. В нем много всего помещается. И поэтому сейчас я зайду внутрь. Там, правда, пока еще нет ничего интересного. Но сейчас я вам покажу, например, вот эту штуку, где сейчас находятся жители. Да, им что-то не нравится. Там, наверное, слишком тесно. Ну, и также я поставил калитки, чтобы здесь зомби не сломали двери. Ну, и на втором этаже вообще ничего не интересного. Там просто две кровати. Ну, давайте я вам тоже это все покажу, если вам так интересно. Так что, вот, смотрите. Очень просторная комната, где единственное, что могу делать, это спать. Ну, и на крыше просто крыша. Ну, и ладно, ребят, сейчас мы, наверное, займемся чем-то еще. Да, к нам хотел подключиться Сабина, стримерша и Колян, но у них чуть-чуть не получилось. И поэтому я играю один. Ну, и сейчас, ребят, мы, наверное, пойдем копаться в шахту. Всем привет, друзья. Вы на канале... Ой, что я говорю? Я же с вами уже здоровался. Ну, короче говоря, ладно, ребят. В общем, на чем мы остановились. Дело в том, что я здесь уже сделал кучу своих разных дел. А точнее, прокопался тут в шахте, как крот. Ну, и, короче говоря, сейчас я вам покажу. В общем, я добыл немного золота, кучу железа. Скрафтил себе все, что мне надо для начала выживания. Ну, и, наверное, в следующей серии я буду делать домики для жителей. И, либо же... Да, домики для жителей выживания эксперта сделал только в седьмой части. Ну, и то, потому что я не снимал первую часть, и так бы это было вообще. Тридцать восьмая часть. Ну, короче говоря, ладно. Здесь я это буду делать во второй серии. По катодишно. Ну, и, короче говоря, потом вам покажу, как все это будет выглядеть. Ну, а, в общем, тут я нашел огромнейшее лавы. Мне столько на... Ну, года на два хватит игры в Майнкрафт. Ну, короче говоря, ладно. В общем, как вы видите, озеро довольно огромное. Тут бы Индастриал Крафт, где можно из этой лавы электричество добывать. Ну, короче говоря, ладно, ребят. Мне кажется, мы будем уже подытаживать наше видео, потому что я успел построить дом, прокажахту, спасти всех жителей, вообще заспавниться в деревне. Ха-ха, использовал случайность ключ генерации, если вы видите. Ну, в общем, я вам показывал, да, что ключ бы совершенно случайный. И, в общем, мне так совпало. Короче говоря, ладно, ребят. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И я обязательно продолжу снимать пакет сурвайвл или выживание в кармане. Ну, спасибо за внимание и всем пока.